всем привет вы на канале против лома а значит вы смотрите мой очередной ролик сегодняшнее видео я хотел снять уже давно и в принципе снимал про на старом своем канале про одного из участников этого скажем сообщества союза так называемого но сегодня добавился еще один участник просто когда я снимал это видео один из них уже был блогером это дневник хача амиран сардаров а другого не было но появился где-то примерно четыре года назад на youtube пространстве некий эдвард билл в простонародье и является его основным именем эдуард биль то есть он с украины эдуард биль и значит получается что нежданно он рассказывает по сайта блогер объясню сейчас в двух словах для тех кто не знает это молодежный блогер который снимает пранки на своем канале то есть на улице он пранкует людей ну приколы снимает общем над людьми и значит что и рассказывает а и постоянно делает рекламу лохотронов всяких там на своем канале но это канал не его опять таки же сейчас расскажу чей это является проект эдвард билл или эдуард биль значит что он постоянно рассказывает интервью как он прорвался как он добился всего сам я давно это видео хотел снять ну вот сейчас пришло актуальное время он рассказывал как он добился всего сам как он пробился как у него вчера его никто не знал а а через полгода у него миллионные просмотры у него подписчики короче за год он миллион подписчиков набрал больше миллиона и естественно там сразу залетел в тренды и рассказывает что добился этого он сам нет добился он этого не сам добился сам он чего только это даже не сам это полностью то что он пиарит лохотронские проекты для молодежи сам он ничего не добился а как получилось что он взлетел это проект эдвард билл это проект дневника хача амирана сардаров значит амиран сардаров будучи уже раскрученным блогером у него было там 4 миллиона что подписчиков он начал задумываться амиран сардаров дней коча еще тогда ну кто знает знает о чем я говорю кто понимает начал задумываться уже давно когда у него только был миллион подписчиков начал задуматься надо делать другие проекты как бы и просто сидеть а другие будут снимать а он будет получать с этого процент и вот эдвард by у него у дневника хача у амирана у него много таких проектов но конкретно конкретно за что я знаю это эдвард билл есть люди которые мне говорили открыт что знает точно об этом и я тоже об этом знаю точно эдвард билл это проект дневника хача то есть когда у дневника хача у амирана было 4 миллиона подписчиков меньше у него было где-то может три миллиона два с половиной подписчик он создал эдвард билла то есть он нашел эти кабеля видел что он там начинал делать там просмотров было двести триста просмотров лучше случае тысячи вот этих пранков и амиран подумал хороший проект его можно раскрутить составил сценарий написали все как что постановки вот этих пранков и так далее и тому подобное подтянул его сказал эдику давай смотри вот он контракт вот который ты будешь получать 30 процентов а 70 процентов будешь отдавать мне но за это я тебя раскручу я тебя распиарю билл подумал говорит да давай конечно согласился согласно соглашается на все на всю движуху лишь бы деньги капали согласился амиран придумал сценарий более ну точнее уже убила был сценарий но он ему более такие экшен и подогнал сценарий направил кому что пропиарил у популярных людей то есть понятие что пропиариться у популярных блогеров у популярных там людей посидеть на комедик лобе или где-то еще нужно за это заплатить бабки изначально откуда у эдика у которой канал был там три тысячи подписчиков и просмотров 40 тысяч у него было откуда у него бабки такие чтобы появиться там у соболева что появится там в комедик лобе засветиться чтобы там пранкануть миллионников блогеров когда мукой посыпал пойти и все нормально это все было оплачено амираном сардаровым дневником хача это было оплачено откуда было залетание в тренды реклама и так далее просто амиран вложил в него миллионов 10 или 20 сразу но положил контракт который он подписал навечно что 30 процентов эдику остается а 70 процентов амирану отходит все амиран его раскрутил за свои деньги а потом когда уже больше миллиона 100 подписчиков у эдвард билла он начал он начал пиарить всякие лохотроны ставки все вот эту историю понимаете на всю движуху подписывался где платили вы думаете это он сам от себя лично и от себя лично и потому что ему звонил амиран и говорил слушай вот и точнее он не выбирал даже какую рекламу делать эдик ему звонил амиран и говорил сегодня пиаришь вот это оплатили сегодня пиаришь вот это просто там допустим но он 30 процентов получается этого и все он не подневольную не может никого были что это разбил пиарил типа чисто прохожего берет вот пацан как те зовут все что-то там как там вот я такой такой но я снимаю youtube кстати как ни странно эти говорит бедург был залетите пацаны подпишитесь 50 тыс это и вы думаете это простой был человек нихрена он заплатил 900 тысяч рублей биллу за эту рекламу а все выставили как будто это было просто так ну типа привет ой давай я тебе добрый же сделаю задите подпишитесь ни хрена он 900 тысяч отдал эдику вот и все но из этих 900 тысяч получить сколько 250 эдику а 750 амирана ушло может это амиран кстати все рекламу ему под говорит что делать это миром потому что он сделал этот канал а потом эдвард билл сидит и говорит я добился всего сам учит жизни вот этот пацан учит жизнь а вы вот так живите а вот так а вот я вот это все сами да ни хрена ты сам не сделал ни хрена ты не сделался что ты сделал сам можете посмотреть другие обзоры что он сделал сам у сам он чего только добился то что работал аниматором обычным аниматором он работал в квесте москве за 25 тысяч рублей все остальное его сделал дневник хочу амиран который его хозяин непосредственный ну амиран он такой у него таких каналов порядком десятка или 20 каналов и тик токера у него есть мне кажется что это не милохин это проект дневника хочу а потому что милохин то он милохин на танцах со звездами то на льду то в комедий клубе то есть где деньги платят везде милохин есть ну то есть пацану 18-19 год он типа у него 4 миллиона подписчиков тик токи 5 и как бы на хрена ему надо вот потеть это идти на коньках кататься понимаете это продюсерский проект дань милохин абсолютно такой же как и эдвард бил вот точно знаю дамил эдвард бил точно про и дневника хочу то есть куда ему говорит амиран идти туда он идет что он говорит показывает он показывает что в этот рекламе то рекламе и дай милохин такой же проект не как хочу звонит амирану говорят вот нам нужен дань милохин как бы мы платим там грубо говоря там 10 миллион все он звонит милохин милохин там еще на меньшем проценте процентов 10 вообще он получает если это хорошо 15 это вообще вот так ему звони так это идешь на коньках и будешь кататься на коньках до посинения он идет то есть сами прикиньте вам 18 лет у вас 5 миллионов подписчиков тик токе у вас денег немерено должно быть и вам надо еще идти на каких-то коньках кататься чтобы сидеть и потом идти в комедий клубе потеть ну ладно комедий клуб можешь ну не нет уже тоже он за бабки пошел ему амиран сказал милохину танцы со звездами на другие проект на все проекты хоть милохин то есть он должен кайфовать у него бабки какие ему нахрен нужны эти про них рена потому что он за 10 процентов а начальник его мира то есть он звонит и как бы он все это делает что ему скажут потому что полностью продюсерский проект что эдвард бил что дани милохин они просто делали свои каналы он их увидел и он им предложил вот так сделать а потом сам улетел в америку дневник хочу хотел делать как сказал американский контент но нет в америке вот так контента то есть нихрена там это не будет заходить сейчас вернулся обратно в россию сюда на родину тут будет делать обратно не поперла не пошло не залетела а в америке жизнь дорогая надо платить там налоги и дай боже и коммуналка и арендой и все на свете там так не прокатит вернулся грустный но вернулся ничего да и поэдвард биллу кстати еще вот это вот ситуация с аварией что у него произошло ну то есть все это странно точно все странно то есть он едет на этой машине за неделю игре вот машина и вот она машина показывает потом говорит я по встречке поеду и нихера мне за это не будет понимаете по встречке это он говорит за три дня до аварии и потом получается авария случайность не думаю понимаете то есть я смотрел кадры как бы вот то что все таки все к этому шло по поводу аварии все к этому шло он специально давал понять что типа вот это я это будет моя машина что я буду по встречке хуяч и меньше за это не будет зачем то есть вы сами ответите на этот вопрос а потом ну это случайность кто сказал я не буду снимать после аварии потом я буду с ней теперь я буду снимать он сказал я буду снимать только проекты помощь людям прошу пранки он сказал я не буду больше снимать после аварии прошел месяц снял один проект как он помог этой бабе которая попала в аварии купил там тачку денег дал на потом все месяц прошел сейчас пранки обратно залетает обратно залетает пранки он перебывается в каждом то сего слова она вообще ничего не стоит угарит за честь он говорит за моральные принципы он говорит за то что как надо жить учит людей по чести сам перебывается в каждом слое я буду за то я не буду после завтра я не буду потом а я опять буду там не вообще наплевать да мне насрать как он сказал русских людей почему лохотрон пиарит что дневник кача ему об этом говорит то есть рекламу он не под контролем то есть и все решает что снимать эмиран за него то есть он подумал а после аварии короче надо его как-то отбелить давай ты будешь снимать ролики типа попробуем ну милосердные до помощь людям посмотрели не пошло если бы пошло бы ну то есть вот есть каналы где они людям помогает это я сейчас назову это слово пацана вот слово пацана точно знаю еще какие-то там были сейчас не припомню вот они помогают людям но тоже делать контент на этом то есть помогает 30 процентов 70 процентов прибыли идет им ну ладно они занимаются благотворительностью это плюс здесь они зайдет у эдика убила и дурбила такой благотворительный контент будет делать благотворитель коты сняли пару роликов смотрели не 500 тысяч один набрал 402 нихера не зашло не то не будут его в этом по плане смотреть звонит ему эмиран говорит ни хрена давай обратно короче на пранки посрать что ты говорил дубил и говорить и потом еще тоже наплевать как бы ты хозяин ты решаешь все и поехали обратно пранки то есть пребывается в каждом слове а всех остальных учит вы так должны вот так да да хрена кто чё кому должен а делает каждый так как считает нужным если у него есть на это скажем мощности и род деятельности позволяет хочет человек снимать будет снимать хочет говорить правду пробила будет говорить правду пробил вот а он хочет лохотроны пиарить он пиарит их эти лохотроны поэтому вот такая вот история про милохина и прайдер билла давно хотел записать ролик но опять-таки же мощности они позволяли как сейчас это будет посмотрите вы зайдет это вам получит это широкое обозрение напишите в комментариях что думаете по этому поводу вы с вами был канал против лома как всегда смотрите впереди много всего будет интересного обязательно я вам обещаю пишите комментарии подписывайтесь на канал ставьте лайки всем спасибо всем пока